Йо, это снова я, это снова игра Сердце ведьмы, и мы снова продолжаем. Как давно я в последний раз записывала, я не знаю, но я все еще болею, мне все еще хреново. Итак, я дал живом комнаты на втором этаже. Я покажу вам их по очереди. Сначала это фиолетовая комната. Вау, как здорово! Так много книг! Будьте добры, не запачкайте тут ничего в этой комнате. Этот узор на двери. А, магический круг от злых сил. Такие нарисованы во всех комнатах в этом особняке. Вот как. Во всех комнатах. То есть можно не волноваться, что они зайдут в комнаты. Интересный замок от злых сил. Эту комнату я должна или клону. Ключ возьми. Спасибо. Что же, пойдем в следующую комнату. Следующая это зеленая комната. Вау, как здорово! Это еще больше книг, чем в прошлой комнате. Эту комнату я должен вошел комнат. Ого, правда? Я так рад, мне уже нравится эта комната. Вот ключ. Вау, большое спасибо! Итак, следующая комната. Мне кажется, он сам уже устал от этой экскурсии. Следующая это красная комната. Во всех этих бочках внутри алкоголь. Невероятно! Веларда Кун, я доложу эту комнату тебе. Мне особо без разницы, где оставаться, но эта комната от нее глаза болят. Держи ключ. Спасибо! Что же, пойдем в следующую комнату. Следующая это голубая комната. И получается, остается только моя комната. Пианино, пианино одного. Ему достаточно, чтобы комната выглядела изысканно. Только вот играть я не умею. Даже в детстве в музыкалку не водили, потому что не было времени, сил и денег. Могу понять. Эта комната раньше принадлежала другому человеку. И я подумал, что раз уж она уже обустроена под женские нужды, такая комната вполне подойдет тебе. Наверное, да, спасибо. Ключ. Не потеряй его, хорошо? Положись на меня. И, наконец, комната с голубой дверью на первом этаже. Это моя комната. Постарайтесь не приближаться к этой комнате, кроме случаев, когда есть совсем важное дело. Что же в остальном, как хотите. Не забудьте, что эти комнаты принадлежат другим людям. И относитесь к ним бережно. И еще. Пожалуйста, не меняйтесь комнатами. Иначе это может стать проблемой. Это подозрительно. Чую змею ядовитую в чем-то под одеяльнике. Кажется, это все, что я хотела сказать. Тогда прошу меня извинить. Ну, я тоже посплю в своей комнате сегодня. Все устали. Думаю, я тоже отдохну в своей комнате. Клэр-сан, эм... Да. Эм... Если ты не возражаешь, то могла бы поменяться с умными комнатами на сегодня? Конечно, в секрете от Сириуса. Эм... Несмотря на то, что нам только что сказали не меняться... Пожалуйста. Ничего страшного, если только на сегодня. Ну, пожалуйста, поменяйся со мной. Хорошо, но только сегодня. Окей. Мне само интересно, что будет. Хорошо, но только на сегодня. Если Сириусан разозлится, это будет страшно. Извини, и правда, большое спасибо. Но зачем тебе это? Эм... Дело в том... Я хочу исследовать эту комнату. Исследовать? Эм... Клэр-сан, возможно, ты не знаешь, но... Я слышала, что раньше в этом особняке жила ведьма Дороти. А? Вот как? Ох... Дороти это та самая ужасная ведьма. Сказать по правде, я исследователь, который изучает ведьму Дороти. Я пришел сюда, потому что хочу узнать о ней. Единственное, кто оказался тут не случайно. Ох... Вот как... Так вот в чем дело. И эта комната обустроена под женские вкусы, верно? Да, возможно, я спешу с выводами. Я подумал, что, возможно, это была комната Дороти. А... И правда могло быть так. Клэр-сан, большое спасибо. Если честно, у моего исследования были сложности. А ты правда мне так помогла? Тогда ты не против поменяться ключами на сегодня? Хорошо. Давай будем осторожными, чтобы нас не поймали. Вы отдали Виша ключ от комнаты, Клэр. Получили ключ от комнаты Эша. Нормальный обмен. Я вернусь в комнату завтра утром. Тогда поменяемся обратно. Хорошо. Что же, я пошел исследовать. Да, удача. Мне кажется, он не вернется. Ах ты ж епить. Ты что здесь делаешь? Свали от меня Ты куда ушел? А умереть? Таша, что ты здесь делаешь? В этом ящике так много красивых платьев Они подходят для женщины 20-30 лет Кстати, у тебя ко мне какое-то дело? Поговорим скучно Это что, о том и играх? Нет, ничего Встреча, если что-то понадобится Экс Что же нам нужно сделать? Ты еще меня хрячить будешь? Кусается он здесь Скотина Такой хряпсь Меня за ляжку Это что еще такое? За неуважение Сегодня был тяжелый день, правда? Вот было бы хорошо Завтра вернуться домой Поиграть во что? В монополию? Ладно Если что-то нужно, говори, хорошо? Ладно Так, что от нас требуется? Какова наша миссия? Последнее, что я помню Это то, что нас попросили Этот Дезинсектором поработать Если вкратце Магический сироп Тот, который позволяет от боли в горле Избавиться навсегда Ну да ладно Магический так магический Магические печати Об их эффектах Э, ты это Не ставь книгу обратно Изучи Так полезно же Потом начнется Ой, а эта дверь не обезопасена А что же делать? А мы же помрем здесь В тот раз А ты умеешь рисовать печати Инспекция туалета В первую очередь Да Внутри ничего нет Эй, а в соседней комнате Немного еды и вино было Хоть и уже почти кончившееся Кролика с таким Уже не потушить Так изучай, блин Просто Простая книга Которую поймет каждый Интересно Чья-то заметка Она на другом языке Поэтому я не могу прочитать Вот Плохо, что ты не изучала Другие языки Ну или хотя бы надо было взять с собой телефон Нет Книги о том, как делать лекарства 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 Магические печати Чувствуем Мы долго будем искать смысл Данного Эпизода Книга называется О вине Кажется, что в зависимости от персонажа Вино имеет разные свойства Персонажи, которые не пьют Могут выпить Могут решить вылить его Даже не попробовав Эван, а че как? А ты пьешь? Хотя не важно Пристальный взгляд Цветы на столе такие красивые Эм, а что ты делаешь? Сортирую цветы Надо разделить по видам Ого Тебе че-то нужно? Поговорить Ты точно о том играл Руководство по особняку Читай Какую запись прочитать? Все Парасон Когда вы закончите все дела за день Над кроватью вашего персонажа Появится надпись Лечь спать А, так вот как она определяет Что пора спать Когда дела закончатся Как только она появится Вы сможете лечь спать И перейти к следующему дню Также все ранения Полностью заживляются во время сна Так Пробег Вы можете бежать Так, это знаю Пользуйтесь во время исследования Про красивый флакон Это что такое Если у вас есть красивый флакон Попробуйте положить в него что-нибудь Естественно, он может хранить жидкости На маленьких существах Тоже вместит Ого Пожалуйста, пользуйтесь во время исследования Красивый флакон У меня он есть Макс сироп Фрекционная шкатулка Нету, смотри-ка Вывод Мы будем искать флакончик Правильно? Правильно В бочке нашлись семена герберы Охренеть, мы теперь садоводы? О, демонические контракты Это звучит интересно Предупреждение Эта книга является дополнением К экологии демонов Значит, она тоже где-то есть? Предоставляя первый Один квадратный километр с земли И одну часть своего тела Демона Человек может Одолжить силу демону Это и есть Демонический контракт После того, как контракт Между человеком и демоном Заключен Его подтверждают Подписью каждого И печатью Стоит заметить Квадратный километр с земли Передается До использования силы А часть тела Передается после использования силы Интересно Если контракт Расторгается Квадратный километр с земли Остается у демона Но он не получает Часть тела Интересно Контракты обычно Хранятся у Представителя от людей Так Предупреждение Содержание этой книги Не должно оглашаться Ну Сомневаюсь, что кто-то увидит это видео Поэтому можешь не переживать О разглашении информации Демоны любят места С сильной магической энергией Неудивительно Для них магия Это питание Так что Периодически Не должны поглощать ее Нискоровневые демоны Не могут жить В местах Без магической энергии Но в мире людей Мало мест с энергией Что делает Проживание демонов Там неудобным Логично Люди бы тоже Не жили в мире людей Если бы могли Ссылайся на карту Выше Демоны поживают В местах Отмеченных звездочкой Другими словами Это зоны магии Поскольку демоны Наносят вред людям Лучше не приближаться К зонам со звездочками Пока у них нет на то причины Далее прикреплены Примеры демонов А, то есть Эти Недоваренные пельмешки Они Да, это демоны Я поняла Большая часть демонов Не может поддерживать Свою облик И сознание Когда они Видят людей То сразу нападают Неправда Они от меня бегают Пока я им не напенделяю Когда они Видят людей То сразу нападают Если видите Их рекомендуется Бежать Да они Сами Не сбегают Ради всего Святого Я страшнее Любого демона Чтобы я И боялась Демонов Чтобы я И убегала От них Да вот сейчас Паре нас два Обойдетесь Эй Эй Не поднимай Сюда Без разрешения А можно Ну почему же Такое Стрясусь И как то И как долго Это будет продолжаться Ну что же Я все равно Едва ли Выхожу Отсюда Так что Меня это Даже не волнует Однако Я был бы Однозначно Благодарен Если бы Вы убрались Отсюда Поскорее Понятно Эх Ну ладно Чмо Недоваренное Иди сюда Ну в любом случае Нам нужно искать Что нам здесь сделать Потому что Иначе Нас спаточки Не пустят Это большая проблемка Заперто Он даже Мне не цопает Понял Уже Кто-то здесь Хозяин хаты На самом деле Че Закрыто Ну ладно Эк Хмыринцы Ну да ладно Проще говоря Я подошла к Сириусу И сказала Что мне скучно Он сказал На тебе тряпочку Шнуру И пустую комнату Убер Мы конечно Повозмущались Что это произвел Но Вытрите пыль За один заход В конечном итоге Если Закончится время Или вы уберете Одно и то же место Второй раз Попытка Попытка Завершится Давай же Постарайся Изо всех сил Скучный Еще мне кажется Что я уже где-то Накосячила И все равно Не туда Потому что я Не уложил Со временем Похоже Стало более Или менее Чище Но было бы Жаль Если бы ты Проработала Бесплатно Пожалуй Дам тебе Хотя бы На карманные Расходы Ни хрена себе Ооо Большое спасибо Ха Приходи Если вдруг Снова будет Скучно Я Ну это Офигеть Ааа Так вот Что в этой Комнате Халявный Заработок Оказалось Мне Что я Просрала По одной Простой Причине Просто Потому Что я Не думала Типа Мой мозг Сам Автоматом Думал Но Надо признать Я почти Завершила Головоломку Пусть и Тупил Долго Типа Знаете Вот это Чувство Когда мозг Сам Строит Маршруты С утра Пораньше Поднять Подняли Разбудить Забыли Вот из Этой Темы Еще Какоменелость А можно Их Продавать А то Как-то Неудобненько Ааа Так он В покеровку Хочет Ну Понятненько Знаешь Игру Больше Или Меньше Что-то Слышала Но лучше Скажу Нет Лучше Объясни Не совсем Неприспособленных К азартным Играм Скажем так Видишь Сначала Я вытягиваю Одну Карту Вот Я достал Два У них Карт Интересная Ты Угадываешь Будет ли Первая Закрытая Карта Больше Чем Или Меньше Чем Вторая Ага И отвечаешь Больше Или Меньше Как думаешь Какая сейчас Я думаю Что больше Ух ты Действительно Больше Правильно Ты выиграла У меня получилось Тогда Раз уж Мы играем Давай будем Делать ставки Монетками Ты Прикалываешься Я Собираю Монетки По всему Особняку Геноциде Местное Население В виде Растекшихся Пельмешек Убираю Комнаты А ты Говоришь Азартные Игры на Деньги Ты Прикалываешься Но еще Торговца Не нашли Так как Ты играешь В первый раз Я подарю Себе Пять Монеток Это Добро Мне Кончится Не люблю Азартные Игры Если Собрать Много Может Случиться Что-то Хорошее Много Это Сколько Много Это Так Чтобы Хватило На Новую Квартиру Или Много Это Так Чтобы В принципе Хватило На Проживание В Месяц Ты Это Много Весьма Понятие Относительное Как Когда Начнет Происходить Что-то Хорошее На Каком Десятке Тысяч Сколько Монеток Поставишь Ну Пять Но Скорее Все Меньше Довольно Высокая Карта В принципе Логично Так Как Ты Выиграла Я могу Дать Тебе Десять Монеток Но Можешь Поставить Эти Монетки И Продолжить Играть Нет Спасибо Главное Вовремя Выйти За Твой Казино Да Так Тоже Можно Тогда Дайте Десять Монеток Твои Было Весело Спасибо Давай Потом Еще Поиграем Хорошо Я Не люблю Зорт Мил Честно Я считаю Что это Самые Хреновые Идеи На свете Если Нам Нужно Было Пойти И Протереть Пол Чтобы Нас Спустили Спать Серьезно Мотаемся Со Шваброй Называется Выпуск Теперь Попробуем Самому Большому Злюке Помыть Что Нам Скучно Вряд Он Припахает Нас Куборки Так что Хуже Уже Не будет Вот Как Тогда Помоги Ко Пожалуйста Помочь Сортировать Да Но Если Только Силы Остались Во Наоборот Я хочу Сортировать Мне Было Немного Интересно Что Это Цветочки Так Так Вот Как Сортировать Я Кладу Растение Посередине Затем Нажимаем Стрелочку Где Подходящее Тип Растение А А А Вон оно Как В этом Случа Ты нажимаешь Вверх Ну В общем То Все Поняла Положись На меня Ок Спасибо Ну Начнем Как много грибов Вы собрали Сударь Интересно Где Главное За этим Идетативным Состоянием Мне Накосячить О Закончились Что Л Спасибо Ты мне Помогла Вот Вознаграждение Возьми Классно Цветочки Мне нравятся Больше Чем Утира не были Если Будет Настрой Приходи Еще Помогать Классно Же Это Даже Прекрасно Тихо Ты Меня Чем Порадуешь Чувак Мне Скучно Развлекай Меня Вот Как Вот Как Появилось Свободное Время В таком Случа У меня Есть С 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 Как тебе Такая Идея О Пазлы Звучит Здорово Так Они были Где-то Вот Так Попробуй Справиться С ними Если У тебя Получится Тебя ждет Невероятный Приз И Шутка Ах Ты Ты Блин Так Ах Сложно Так У меня Из-за того Что я Плохо Ориентируюсь В пространстве Вообще Нет Понимания Того Что Здесь И В каком Направлении Надо Делать Типа Я знаю Как Эта Загадка Решается И В реальности Я ее Скорее Всего Решила Но в игре Непонятно Что и куда Тыкать Особенно Куда Идти Как Это Работает Блин А вообще Странно Что у чувака Нашлась Скажем Так Загадка Головоломка С лицом Нашей Главной Героини Это Реально Странно Не Находите Абстракция Так и было Чуваки Короче Ладно Дальше Промучусь Не могу Понять Я Сдаюсь Ох Ох Вот Какая Жалость Тогда Наловчишься Пожалуйста Приходи Поиграть Снова Эх Жестокий Мир Где Головоломки Не поддаются Описанию Хочу Нормальные Пазлы Ну Что ж Спокойной Ночи Эх Я так Устала Все Хочу уже Сегодня Лечь Поспать Все Ах Да Принять Ванну Ну И ладно Завтра Схожу Так что Спокойной Ночи Говори Все Что Знаешь Я Ничего Не знаю Я Остановись Что Ты О чем Ты Вообще Думаешь Прошу Не Убивай Меня Серьезно Что 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 Происошло Ты Правда Тупица Разве нет пытаешься поднять шум это не поможет тебе сбежать я уверен их а теперь страдай больше то больше дай ему увидеть больше твоих страданий и ради меня какие-то странные лоли снятся над завязывай с этой мангой как же так уже утро и так и не смогла нормально поспать добро пожаловать в особняк с монстрами день 2 делаем сейвинг и идем заканчивать эпизод в общем-то всем спасибо все кто дожил до этого все свободны а так узнаем кто стучал следующей серии если дожил конечно пока